всем привет приветствую вас на своем канале вчера говорила что хотела приготовить раз лазанью но вчера пока убирала уже было поздно и короче устала сегодня решила ее приготовить уже разморозила фарш положила в сковородку вог я налила растительное масло так и вот здесь у меня блендер я измельчаю у меня помидоры собственном соку я их вот решила измельчить сделать такую пирешку вот добавила блендер и взбила сейчас хочу еще знаете что попробовать лук вот я порезала но я хочу чтобы он был мелкий не чувствовался я его сейчас добавлю блендер и это же измельчу смешала помидоры с луком я лук сильно особо не мельчила там немножко как бы остались оставила крупинки не хотела же так переделать вот них не хочется лазаньи вот именно чувствовать куски лука но хорошо измельчился блендере сейчас уже поставила обжаривать фарш вот немножко хочу чтоб он обжарился и потом буду добавлять томаты из приправ я добавлю немножко базилика на соль и перец все больше ничего не буду добавлять и сейчас займусь тем что хочу отварить листы для лазаньи у меня есть покупные листочки сейчас посмотрю какие у меня я затарила щас постуки по сроку годности чтобы сварить которые ближе на вот ну и вот так вот пока будет обжариваться фарш я перемою посуду который пользовалась мы дальше покажу смотрите фарш у меня уже почти готов обжариваю в обыкновенном растительном масле покупаю золотую семечку вот почти готов почти готов фарш надо его знаете чтобы он мелкими такими кусочками сейчас лопаточкой так помешу и сейчас сюда я буду добавлять вот эту помидорную смесь с луком специи еще я не упала это самый измельчитель блендер у меня ареса вы знаете миксер такой блендер смешивать нормально я покупала самый дешевый смотрела когда по мощности может не конечно не такой мощный он как bosch и какие-то еще такие известные бренды но у мне например вот эти те же измельчить помидоры взбить белки в тирамису и вполне подходит смещение но уже если будет такая необходимость конечно куплю более профессиональные так вот пока для дома для готовки готовлю я не часто потому что ну просто напросто нет времени вот но все равно готовлю тем более я сейчас когда инфекция ходит знаете не знаешь сейчас же все частное кто там готовит какой повар в каком он состоянии проверяет ли у него там температуру состояния здоровья поэтому готовлю сейчас дома я люблю знаете такие простые блюда вкусные очень сложная как бы ничего особо не готовлю сейчас она будет тушиться в этой помидорной луковой смеси и добавлю базилик базилик у меня есть много не буду так до переборчи что же не очень добавлю перчика острое я люблю я добавлю черный перец он меня вот я умолю он очень такой знаете ядреный поэтому много не сыплю и добавлю знать еще хочу паприки честно паприка мне сладко кажется это будет очень актуально насыплю паприки тоже особо много не буду так для вкусно чтобы было так сыпанула паприки красный перец сыпать не буду если было черным достаточно будет вот и помешаю я это все еще надо посолить посолить фарш и обжаривала почти почти до готовности такой до полу готовности он еще уже готовы знаете такой подвялены впитал вот этот вот томат томат можно знаете добавлять и соус томатный но как-то вот эти помидоры собственно соку я сейчас везде пиццу добавляю мне нравится они как бы более натуральны потому что сейчас покупала вчера свежие помидоры они вообще пустят на зубах такой очень интересно что ты кушаешь без вкуса готовлюсь вот этими томатами так посолю посолю расскажите некоторые вот говорят что солить надо в конце готовки на вот я присолю а потом еще попробую соль добавить либо нет а кто-то говорит что надо готовишь или без разницы да ну вот я не знаю напишите мне я посолила потому что она сейчас будет тушиться какой-то впитывать вкус помидор да и я буду пробовать достаточно или нет соли на медленном огне вот оно должно просто томиться а если много фарша мне останется я вам положу в пакетик и заморожаю и в следующий раз я его использую ну и дальше для приготовления лазани нам еще понадобится листы лазани которые сейчас буду варить и сыр я беру обыкновенный твердый сыр ну смотрите мой канал я еще с вами на связи ну что поставила воду на закипать для листов лазаньи вот у меня вот такие листы они греческие удивилась как там еще попался итальянские вот но тут написано сколько их готовить ну что вот я уже забросила листы они уже почти готовы сейчас я их буду извлекать и ложить форму покажу вам вот форму листочки их быстро долго я не варила вообще не написано даже сколько их нужно варить хотя обычно пишут ну вообще даже на коробке ничего ни слова не сказано сколько минут если я слышал такие листы которые не нужно варить но тут даже вот такое понятие вот там про минуты ничего не сказано совсем ну или вот есть когда цифра 10 я понимаю уже на 10 минут ну это может и тону я решила провалить пошло как эти сырые листы да так вот они еще такие не знаю обычно итальянские вактавина а вот овеческие сейчас дна достану не а еще наверно я их проварю как определить готов он или нет поварю варю еще эти листочки ну все я думаю уже готов на что же переваривать не хочется достаю листы и кладу вот так вот он отличного как раз мне почти на всю форму смотрите на всю форму поместился я варю пока 4 сейчас буду что и буду буду накладывать фарш как вам лучше показать вот форма я переставлю на другой стол там уже куча помытой посуды вот так вот и кладу фарш сейчас еще мента сыр потереть я задевалась не потерла ничего страшного если где-то что-то вытекет вытечет скажем правильно форме я раньше готовила метки покупал одноразовую форму из фольги но тоже как-то раз каждый раз покупать накладно и уже купила вот такую стеклянную уже почти размеру листам лазаньи достаточно будет такого слоя сырок посыплю сверху натерла сыр взяла обыкновенный твердый сыр и этот слой я и соус башамель не дело потому что у меня фарш свинина свинина сама по себе жирная поэтому как-то дело с соусом было очень-очень жирная поэтому я просто делаю прослойку сырочка бешамель делайте когда у вас фарш из говядины либо пурицы вот когда мясо сухое тогда да можно так вот посыпаю не очень большой слой потому что это все равно плавится так присыпать вот и сверху положим следующий лист лазаньи я некоторые делают сами листы там тесто и мне кажется это мышиная возня проще проще купить уже готова но если я скажу много времени дома то почему бы и не сделать так я пока положу следующий листок этот лист как-то разварился и стал нити по размеру больше чем тут нижний и сюда я опять кладу слой фарша ваш обжаренный с томатами и луком ну если нравится чувствовать вкус лука можете мелко порезать я мелко порезала и еще перебила иголку блендере это знаете очень легкое блюдо приготовление не скажу что она так легкая ну а в принципе знаете что тут мяско ваш я делаю сама дома по мясо и сама его всегда перекручиваю покупной фарш никогда не покупаю то есть вы знаете какое мясо там его помыли перекрутили вот помидоры свежие ну что это тоже полезно овощи у меня еще два листа значит будет еще 20 много не вожу и сыр опять сейчас натру срок потом уже покажу когда скомпоную ну вот такая получилась у меня лазанья 4 слоя покажу вот видите сбоку видите сбоку вот так вот сейчас я отправляю в духовку времени ничего не скажу смотрите сами на свою духовку на приготовление потому что всех разная степень марки листов и приготовление фарша поэтому смотрите когда уже будет плавиться срок тогда уже считайте что лазанья готова ну все готовьте моему рецепту я потом покажу что у меня получилось отчитаюсь вам всем хорошего вечера смотрите мой канал подписывайтесь на него пока пока ну что готовится моя лазанья смотрите готовлю я ее при 200 градусов готовилась насколько дита около 20 минут вот я поставил программу пышное тесто пицца вот она такая у меня в духовочке красавица а сейчас уже буду включать осталось 4 минутки ну пусть уже до шкварчит потом я ее выключу кушать сегодня я не буду пошли уже как-то пришла с работ перекусила и как бы калорийная на честь оставлю на завтра как раз знаете будет вкуснее на постоит насытиться напитается пропитается вся застынет вот и уже завтра я вам покажу в разрезе и и и скажу как как когда мне получилось вышло или нет ну а сейчас дома буду убирать буду делать уборку поэтому смотрите результат моей лазаньи привет девочки доброе утро меня на завтрак сегодня лазаньи вот такая она получилась в разрезе очень вкусная сочная сыра достаточно между слоями надо немного так присыпать сырка вот расплавился все хорошо сыр пью с чайком так у меня чайок такой мне завтрак всем хорошего дня смотрите мой канал подписывайтесь и готовьте лазаньи по моему рецепту